Сегодня у одного друга в фейсбуке увидел, что у них на канале Спасон работает, и вот у них некий конфликт с религоведом, с секта Борцем Дворкиным. Ему не понравилась одна передача, в которую включили в том числе и его какое-то интервью, но в ходе передачи есть еще некие такие слова, которые его смутили, и он долго требовал у канала, чтобы убрали его интервью из этой передачи, и им пришлось ее действительно редактировать, по новой это. Но у этого человека, Егорцев его фамилия, раз уж я Дворкина назвал, что бы Егорцева, в фейсбуке появился пост о том, как Дворкин вот такой он пристал к нам и всячески нас домогался и просил все это сделать. Мы сделали, но такой, что вроде Дворкин нехороший. И комментарии уж вообще сильно Дворкина опускают, унижают и всячески на него ругаются, что и он пациент палаты номер 6, и анти... В общем, по-всячески его ругают. И в какой-то степени иногда это действительно справедливо, я не все у Дворкина принимаю, и его такая позиция иногда жестокая, непонятно почему, она вызывает некие сомнения, надо бы в каких-то местах помягче, или по крайней мере со своими людьми как-то поразборчивее. А у нас вот такая вот борьба, что уж если мы зацепились за кого-то, то надо его до самого ада довести, его полностью нужно уничтожить. И здесь в какой-то степени, конечно, Дворкин не прав, если он вот так прицепился и какие-то эти... Надо было видать помягче, не в хамской форме, просите это все изменить. Но и они не правы, они пошли тем же самым путем, они также на Дворкина льют грязь и всячески, значит, его пытаются обидеть. Но я там написал комментарий, что вот именно то, что я в предыдущем ролике уже говорил о Спасе, какие у него проблемы, и как корреспонденты там не научатся правильно себя вести. Вот эти все проблемы и вылезли в этом конфликте. Потому что с приходом Кричевского на Спас он стал подинамичней, покрасивей, значит, как-то стали студии лучше оформлены. Вот стали ведущие неплохо одеты. Но в канал ворвалась вот эта светская струя, которая размыла границы православного и светского. И вот это размытие границ и приводит вот к таким конфликтам. То есть Егорцев пытается доказать, что они так уж не сильно православные делали передачу, что там об Аом Синрикю, там и все такое. А чего Дворкин к нам прицепил, что мы секту здесь делаем из канала. И конфликтом оказался случай или фраза, которая там звучит, где рассказывает про Аом Синрикю, про то, что некоторые люди туда специально из православия внедрялись, чтобы как-то его изучать и разбираться, что с этим. А в это время составлялись списки этих людей, за которых молились епископы или священники, и над ними создавался защитный купол молитвенный. Дворкин назвал это оккультизмом. Он абсолютно прав вообще-то. У нас нет никакого такого понятия защитных куполов, которые можно создать молитвой и все остальное. И здесь даже стоит посмеяться над этими людьми, которые утверждают, что нет ничего, так это вот и все на самом деле это было. Если это на самом деле было и такой купол создавали епископы, то пинка этим епископам нужно дать. Но я думаю, что это такая выдумка уже и корреспонденты. Но я предложил им, слушайте, раз у вас так размываются границы, и это все время будет теперь конфликт, вы либо определитесь с каналом, потому что нельзя быть полуправославным, полупричащенным, полукрещенным. Надо быть либо православным, либо нет. Либо определитесь в передачах. То есть сделайте значок. Это относится к церкви, это к православию, там букву П, например. А это чисто светское. Иначе получается, что действительно в канале, и они это называют, мы светский канал, что это он к нам придрался. Но если вы светский канал, то почему вы от лица церкви вещаете? Почему вы говорите, что вы ведете вот такую миссионерскую деятельность от лица церкви? Иногда от лица церкви пытаетесь судить кого-то. И это неправильно. Тогда вы светский, вы тогда это. Канал действительно стал более светский. Более светский. Реклама. Причем в негодном виде реклама появляется. Вчера смотрю интервью священника, ну разговор со священником, на вопросы он отвечает. Прямо в теле ролика, ответа, включается реклама. Я вот на своем канале не позволяю себе такого сделать, хотя я не рекламирую себя как канал телевизионный. Я бы, как любой блогер, мог продать рекламу в середине ролика, и это мне приносило бы большие деньги. Но я этого не делаю, потому что это не положено. Не положено. Представьте, в церкви священник проповедь ведет, а посередине проповеди выходит торговец пылесосами, или чем там у нас, торгует, домой ходит, и рекламирует пылесосы. А потом сходит сам вон и дает возможность дальше священнику проповедовать. Это не дело. Это естественно не дело. И естественно от этого и будут еще и больше претензий, и вслед за Дворкиным начнут этот канал гнобить другие, обзывать его всяческими и сектой, и чем хочешь. И это нехорошо. И мы таким образом получается вроде больше вложились в канал, вроде людей привели туда, и ребята есть, корреспонденты, неплохие, по крайней мере, делают вид, что они добрые, и они все-таки православные. А уходят все в другую сторону. Вот. Поэтому в какой-то степени и прав Егорцев, что нельзя так вести себя, как Дворкин повел. Но и Дворкин в данном случае прав. А что он? Когда Господа его оскорбляет, и церковь его оскорбляет, он же знает правила апостольские, он там и восплескать по лицу имеет право. Ну вот, как-то так. Простите меня все, что делают такие замечания, но действительно мне, как профессионалу, хотелось бы, чтобы было все хорошенько. Но все хорошенько не будет никогда, когда мы вот в такой находимся сфере, где нужно и миссионерствовать, и как-то привлекать к этому миссионерству людей. Все, помоги всем Господь. Дай Господь всем здоровья, радости и разумения. Аминь. Так, куть. Продолжение следует...